МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эфир телеканала Губерния 33 продолжает программа безопасности, обзор происшествий и чрезвычайных ситуаций за неделю. В студии Борис Пучков. Здравствуйте. За 8 месяцев он прочитал 147 книг и похудел на 20 килограммов, а еще пожаловался на скудность библиотеки следственного изолятора. Фрунзенский районный суд на днях избрал меру пресечения в отношении Дмитрия Хвостова. Напомню, бывшего вице-губернатора обвиняют во взяточничестве на общую сумму 16 миллионов рублей. Почему адвокат Хвостова настаивал на домашнем аресте своего подопечного? На что жаловался экс-чиновник и каковы итоги 6,5-часового заседания суда? Подробности в репортаже Максима Палагина. Похудел на 20 килограммов за 8 месяцев. В пятницу 23 июня во Фрунзенском районном суде экс-вице-губернатору Дмитрию Хвостову в очередной раз избирали меру пресечения. Прокурор и следователь настаивали на продлении содержания в СИЗО еще на 4 месяца. Защитники бывшего главного строителя региона просили суд выбрать более мягкую меру пресечения – домашний арест. Представленных в нынешнем судебном заседании, а равные в предыдущие судебные заседания, полностью отсутствуют данные о намерении Хвостова скрыться от органов суда и следствия. В данных материалах отсутствуют объективные подтверждения того, что Хвостов намеревается оказать давление на кого-либо. Также защита Хвостова заявила, что в СИЗО Владимирского Централа их подзащитному не разрешают принимать передачи. Он не может получить ни новых книг, ни предметов быта. Сергей Михайлов назвал это одним из методов оказания давления на человека. Он лишен, он мало того находится фактически на тюремном режиме, он лишен элементарных предметов быта. Понимаете, то есть человек содержится при средневековых условиях. Стул, стол, кровать и туалет. Все. И один в камере. Девять месяцев. Возникает вопрос, это что такое? Сам Дмитрий Хвостов сказал, что не понимает, почему в течение восьми месяцев находится под арестом. Говорит, в камере сидит как в банке. Все это время никто с ним не общался и не проводил следственных действий. Поэтому приходится читать книги из местной библиотеки. Я авторюю книги по 45 лет. Я прочел 147 книг на сегодняшний день. Я читаю сутки даже. Если дело, это интересно, если честно. Я все равно не читал. Мне приятно читать. И книги по 45 лет. И честное слово, все книги, которые читал, 60% прописаны про тюрьму, про обрагирование. Ну, это история. Вот от этого никуда не денется. За восемь месяцев Дмитрию Хвостову предъявили обвинение только по одному эпизоду. По остальным трем следствие еще работает. Стоит отметить, что недавно все уголовные дела в отношениях с чиновника объединили в одно производство. Общая сумма взяток, которую вменяет Хвостову, превышает 16 миллионов рублей. По версии следствия, взяткодателями были известны в регионе строители Шамов, Андреев и Замбин. Кроме Хвостова, по данным уголовным делам, привлекаются к уголовной ответственности Козырский, Игорь Владимирович и Соловьева Наталья Владимировна, которые осуществляли посредничество в получении взятка Хвостову. Судебное заседание длилось 6,5 часов. Судья Юлия Мальцева трижды уходила в совещательную комнату. Дважды из-за действий защиты Хвостова. Сначала его адвокаты требовали перенести рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения в Басманной судстолицы. Там днем ранее был продлен арест на имущество Хвостова. Затем трио защитников, ввиду того, что дело передали для расследования федеральной следком, посчитали представительство прокурора Александра Лазарева в суде недостаточным. Им нужен был еще и сотрудник генеральной прокуратуры. В обоих случаях они получили отказ. После последнего полуторачасового перерыва судья вернулась и сообщила о продлении содержания экс-чиновников СИЗО до 25 октября. Прокуратура города Владимиров выявила нарушение в организации летнего отдыха детей. Проверка была инициирована из-за многочисленных жалоб родителей, которым ради заветной путевки пришлось отстоять в многочасовых очередях. Кто виноват в этом нездоровом ажиотаже? Почему заявления на предоставление путевки принимались со 2 июня, не со 2 мая, как и должно было происходить? Также было установлено, что никакими нормативно-правовыми документами не был разработан порядок формирования, сроки формирования, структура формирования профильных отрядов. Их фактически формировал начальник самого лагеря. Что, собственно говоря, тоже недопустимо, поскольку получилось так, что какие-то организации, в том числе и коммерческие, формировали 1 и 2 даже отряда и успевали отдыхать в несколько смен. А другие общественные организации в городе Владимира не получали разрешения на формирование такого отряда, получали отказ от администрации. Также было установлено, что в администрации города Владимир были нарушены и права детей-сирот, поскольку данная категория не была включена в категорию льготников, которые имеют льготы на получение путевок в загородные лагеря. И компенсация за такую путевку была определена им в размере 2 тысяч рублей. Тогда как постановлением главы губернатора области, администрации области, такая сумма значительно выше. К другим новостям. Главное их оружие – нюх. Удивительный, чуткий, различающий в десятки тысяч раз больше запахов, чем нос человека. Служебные собаки до сих пор и с большим успехом применяются. Там, где бессильно самая современная электроника. Спасательные операции, поиск наркотиков и изрывных устройств. Наконец, задержание особо опасных преступников. 21 июня, свой 108-й день рождения, отметила кинологическая служба. Люди, на плечи которых возложен труд воспитания четвероногих помощников. Подробности подготовки служебных собак узнала Мария Котлерова. 21 июня в России день кинолога. Вот уже 108 лет праздник отмечают служащие МВД, которые используют собак для работы. Впервые собачий питомник для полиции был основан в 1906 году в Петербурге. К слову, самый первый собак в кинологической службе был доберман по кличке Треф. Кинологическая служба – это такое достаточно обширное понятие, потому что кинологи работают у нас не только в службе МВД, они работают и в таможне, они работают в Росгвардии, они работают и в войсках. Поэтому кинологическая служба – это понятие обширное. Это, в принципе, служба, где тандем человека-собака выполняет определенные задачи. Кинологическая служба выполняет множество функций. Основные – охрана территорий, поиск пропавших людей и запрещенных веществ. Обучение собак начинается с трех месяцев. Сначала это игры с щенками, в этот период питомец привязывается к кинологу. После приступают к настоящей дрессировке. Каждую собаку обучают по определенному направлению. К примеру, поиску взрывчатки. Кинолог, приходя сюда, либо получает собаку, которую ему дают, либо выбирает сам, если он умеет. Либо при помощи более старших товарищей, инструкторов, начальников отделений, начальников ЦКС. Достаточно активно помогает в поиске и выборе собаки. Потому что выбор собаки – это, наверное, главное, что есть в работе кинолога. Потому что это его работа на ближайшие 8-9-10 лет. Чтобы стать настоящим кинологом, надо обязательно иметь юридическое образование. А сами полицейские говорят, что главное – это терпение и спокойный характер. Сергей Тармов в кинологической службе около 20 лет. Имеет множество наград и дипломов. Он является автором марша кинологов, который фактически стал гимном кинологической службы страны. Говорит, что этот день для него – один из самых важных праздников. Не гордиться своей службой невозможно. Мы действительно помогаем людям. Это не громкие слова. А сейчас все равно в ближайшее время ничто не заменит собачий нос. И все равно собаки будут помогать. Они обеспечили и Олимпиаду. И, думаю, с достоинством проведем и чемпионат мира 2018 года. В основном в кинологическую службу берут немецких овчарок, ротвейлеров и доберманов. Тренировки собак проходят в три этапа. Сначала это индивидуальные тренировки, потом групповые занятия и специальный курс. Для каждой собаки он свой. Всего во Владимирской области насчитывается около 150 кинологов с собаками. Ну, один из самых лучших поисков – это за игрушки. Ко мне? Ну, как поощрение? Ну, кинологическая служба – вообще кинология. Таковая для меня сначала было хобби. Потом постепенно вывелась в работу, а сейчас это и то, и другое, и, можно сказать, смысл жизни. Я не представляю себе другую работу. Обучение проходит не только собака, но и сам кинолог. Ведь даже от того, с какой интонацией он произносит команды, зависит правильность выполнения заданий собакой. Кинологи утверждают, что питомцы очень похожи на своих хозяев. Некоторые даже говорят, что любимцы понимают их без слов. Идем, идем, хоп, встали. Хорошо. Владимирская прокуратура подвела итоги проверки в детском саду номер 100. Напомню, 2 июня шестеро малышей этого дошкольного учреждения внезапно почувствовали себя плохо. У детей поднялась температура. Тогда специалисты предположили, что малыши могли заразиться ротовирусной инфекцией. Версия о том, что дети отравились некачественными продуктами, не подтвердилась. Качество пищи и сами продукты, из которых ее готовили, соответствуют необходимым нормам и стандартам. То есть каких-либо нарушений именно при этом не было выявлено ни сотрудниками прокуратуры, ни сотрудниками Роспотребнадзора, с которыми совместно была проведена проверка. Но вместе с тем было установлено, что в начале июня проводились праздничные мероприятия, приуроченные к Дню защиты детей. И ротовирусная инфекция могла проникнуть в детский сад через взрослых, которые присутствовали на этом празднике, через детей, а также через воду. Также было установлено прокуратурой, что в период с 27 мая по 5 июня отсутствовало горячее водоснабжение в детском саду в связи с ремонтными работами, которые проводились непосредственно в микрорайоне. А также несколько дней не работал водонагреватель для горячей воды. И посуда обрабатывалась, естественно, холодной водой, что тоже могло способствовать распространению вирусной инфекции. В связи с этим было констатировано прокуратурой города Владимира, что нарушен санитарный режим в детском дошкольном учреждении. В этой связи внесено представление. В настоящее время представление внесено в управление образованием города Владимира. И в завершении программы не побоялся вооруженного ножом преступника и спас жизнь 26-летнему пострадавшему. Инцидент произошел в Коврове. Инспектор ДПС Кирилл Краснощеков не только обезвредил преступника, но и удерживал его до прибытия оперативно-следственной группы. Геройский поступок младшего лейтенанта полиции оценили на самом высоком уровне. Кирилла Краснощекова ждет поощрения. Инспектор ДПС ГИБДД, младший лейтенант полиции Кирилл Краснощеков в неслужебное время задержал подозреваемого в преступлении на улице Комсомольской города Коврово. Сотрудник полиции увидел, как неизвестный мужчина с окровавленным ножом в руках находился рядом с молодым человеком, истекавшим кровью. Стоит отметить, что он оперативно отреагировал, оценил ситуацию и, рискуя собственной жизнью, задержал злоумышленника и удерживал его до прибытия следственно-оперативной группы на месте происшествия. Задержанного доставили в отдел полиции. В ходе проведенной проверки было установлено, что незадолго до этого инцидента на улице к местной жительнице, которая гуляла с ребенком, подошел бывший муж, местный житель. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, он испугал женщину. Она успела добежать до ближайшего магазина. Оттуда смогла позвонить законному супругу, который быстро прибежал на помощь со своим другом. Агрессивно настроенный бывший муж достал нож и нанес удар в область живота 26-летнему приятелю супруга. Пострадавший с диагнозом проникающее ранение брюшной полости был доставлен в реанимационное отделение Ковровской медсанчасти. Во время задержания у злоумышленника полицейские изъяли нож и травматический пистолет. По данному факту было возбуждено уголовное дело, и подозреваемый был задержан. Ему избрано меропресечение в виде домашнего ареста. На сегодня это все новости. До встречи на телеканале «Губерния-33». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова